Мы решили помочь, так как не справляются наши врачи. Рушана Гафурова – студентка медицинского колледжа. Она одна из 73 волонтёров, которые в этот непростой период помогают врачам. Работа у них в основном бумажная. Вбиваем данные пациентов, чтобы они получили QR-код. Вакцинацию, допустим, первую, вторую или ревакцинацию. Но не только волонтёры приходят на помощь. Из Казани приехало шесть ординаторов. В скором времени ждут ещё столько же. На работу просят вернуться врачей-пенсионеров. Многие, по словам главного врача НЦРМБ Марса Мустафина, откликнулись и приступили к исполнению обязанностей. Наши пенсионеры, в принципе, работают в центрах здоровья, в центрах профилактики. И на наши призывы они тоже отозвались, тоже работают в этих бригадах, которые выездные, которые стационарные. Именно пенсионеры тоже были задействованы в этом. Медики ведут бой с ковидом по всем фронтам. В последние дни резко обострелась ситуация в пунктах вакцинации. Накануне был побит рекорд по количеству прививок. Первый компонент вакцины за сутки получили более двух с половиной тысяч человек. Сегодня посмотреть, как идёт работа, приехал Рамиль Муллин. Исполняющий обязанности руководителя исполкома района ответил и на вопросы населения. У меня беременность 22 недели. Я не желаю делать вакцинацию. Что мне делать? Дом сидеть. Дом сидеть? А почему я должна сидеть дома? Я же имею работать. Мне вот кто-нибудь ответственность за меня возьмётся, если я сделаю вакцинацию. Мне дадут то, что если я потеряю ребёнка, потеряю своё здоровье или даже умру. Смотрите, у нас, к сожалению, ситуация такая, что и беременные болеют очень сильно. И очень серьёзные влияния на плод. Осложнения. Осложнения идут. Мы... Тут вопрос такой. Это вы должны для себя выбрать, какое решение, да? Никто вам, например, как сказать... Ну, как сказать... Есть, да, есть осложнения, которые есть от прививка. Как обычно, например, повышение температуры, там, ну, какие-то недомогания, да. Но задача вакцинации – это обезопасить вас и обезопасить ваш плод. В городе открылись дополнительные пункты вакцинации. Всего их сейчас 12. Почему мы сделали общественные центры микрорайонов, библиотеки, других площадках? Это очень важно, чтобы люди не ходили слишком далеко. Нам нужно минимизировать риски возможной распространения инфекции. Это наша задача. То есть, помимо того, что мы вакцинируем, задача ещё минимизировать риски распространения инфекции. Поэтому эта площадка остаётся, и это мы будем распространять. По словам врачей, выездные бригады прививают только спутником ВИ. А вот в поликлиниках имеются все четыре отечественные вакцины. Спутник Лайт в основном для тех, кто желает пройти ревакцинацию. А вот Эпивак Короной и Ковиваком вакцинируют по предварительной записи. Встать в очередь можно на сайте госуслуг. Александр Халин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Рафаэль Рамп. Новости НТР.